ОМТВЮА про Головне Если по-простому-то, а кто напал-то на кого? Кто напал? На Богородском кладбище в городе Иваново на свежем воздухе собрались экипажи двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В пабликах, посвященных памяти деноцифицированных расистов, появились фото их нынешнего места обитания, а также 18 некрологов. В их числе семь майоров, шесть капитанов и подполковник. Так в паблике Иваново помнит, 14 апреля опубликовано фото компактного расположения 12 свежих могил экипажа на Богородском кладбище. Остальные шесть оккупантов, видимо, закопаны в других местах. Напомним, что в начале 2024 года были уничтожены два уникальных самолета дальней разведки и управления. 23 февраля – борт номер 42, а перед этим, 14 января – борт номер 37. Также был подбит воздушный командный пункт Ил-22, который якобы смог дотянуть до аэродрома города Анапа. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну, теперь пускай полетают. Если по-простому-то. А кто напал-то на кого? Кто напал? Итак, ЗРК С-400, пусковые установки, радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО. Учитывая географическое положение Джанкоя, можно ли считать, что это, в принципе, тот объект, который видит все, что летит на территорию Крыма с материковой части Украины? Ну, в принципе, да. Он не один, но они видят. То есть, есть там большие радиолокационные станции, которые передают информацию непосредственно на ЗРК, чтобы они работали. То есть, ну, потери серьезные. Еще раз, не последние. То есть, нельзя сказать, что теперь все. Вот небо над Российской Федерацией, над оккупированным Крымом, все, оно теперь пустое. Нет, есть чем защищать, есть у них средства. Могут они производить. Ну, это нужно отметить. То есть, мы розовые очки не носим, потому что розовые очки имеют таденцию бить, к сожалению, стеклами внутрь, биться стеклами внутрь. Но удар без преувеличения невероятно серьезный, невероятно сильный, потому что показал неспособность вот этого комплекса противодействовать западным технологиям. То есть, оказалось, что основа оказалась в который раз, в десятый раз, но десятки предыдущих опытов показывают, что западные технологии намного эффективнее, технологичнее, чем то, что произрастает родом из Советского Союза. Вот смотрите, ну, опять же, вот к вашим словам возвращаюсь. То есть, это именно те установки, которые должны видеть, чем по ним стреляют, правильно? Если предположить, чем стреляли, если это, ну, не знаю, вот с вашей точки зрения, секретная информация, не секретная, но все-таки, чем можно такие комплексы, которые, в принципе, должны следить за ракетами противника и упреждать удары подобные, чем можно было попасть вот в такой вот комплекс С-400? Не скажу. Не скажу не потому, что я не хочу говорить. Действительно, я не знаю. Мы много раз сами, когда такие темы затрагивали, мы говорили, что, ну, какая разница, каким образом иллюзионист делает свой фокус. Главное, что фокус есть, есть вау-эффект, и, ну, в данном конкретном случае, есть серьезный результат, огромнейший в виде повторной детонации. А повторная детонация вот на этом видео говорит о том, что взрывало что-то очень большое, то есть точно не фундук, точно не финик, и нельзя сказать, что попали в склад с финиками. Серьезный склад военного назначения, и теперь этого военного у Российской Федерации стало на порядок меньше. Мы не говорим, что его полностью нет, но на порядок меньше. Еще раз, на самом деле, не знаю, сейчас есть разные, скажем так, подходы. Так что же это было? Может, это был Шторм Шедо, может, это был Атакамс американский. Ну, не знаю. Я думаю, Российская Федерация в ближайшее время, возможно, даже опубликует, соберет остатки этих ракет, которые прилетели по аэродрому, и, возможно, скорее всего, через каких-нибудь российских военкоров эта информация будет опубликована. Будем ждать. Я согласен с вами. Не скажете, ну и не надо. Главное, попали, попали результативно. Я сейчас информацию от партизанского движения АТЭШ озвучу. Ну, и вот тут как раз о том, о чем вы говорили, по повторной детонации. Так вот, в ночь на среду, во временном оккупированном Крыму, до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома. После там начался масштабный пожар. Об этом сначала сообщили местные телеграм-каналы. Позже партизанское движение АТЭШ подтвердило, что ряд ударов по территории Джанкойского аэродрома был успешным. Ранее на этой локации те же агенты АТЭШ фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры. Также партизаны подтверждают поражение новейшего комплекса С-400, о чем мы уже говорили, со взрывом пусковой установки и значительными повреждениями остальных машин комплексов. Сообщение уточняется, что российские оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки. Как вы вот этим и можно, в принципе, объяснить ту самую повторную детонацию? И это можно считать на самом деле ошибкой? Ну, смотрите, я не могу сказать, это была ошибка или нет. Возможно, регламентные документы предусматривают, что нужно на каком-то удалении размещать эти склады. Но, скорее всего, я исхожу из логики, почему они были так близко. Для того, чтобы можно было максимально оперативно, насколько это возможно, заряжать, когда идет, например, массовая атака на Крым. Они же предполагают, что массовая атака, когда средства противовозвращенной обороны отстреливают свои ракеты, то на какой-то момент они стают уязвимыми. То есть ничего нет, они как до железки отстреляют, и все вот пусто. И вот эти вот ракеты можно очень быстро перезагрузить, насколько это возможно быстро, снова загрузить в пусковые установки и снова начать стрельбу. Возможно, вот это единственная причина, по которой они так были близко размещены. Но, кроме того, еще была информация опубликована ранее с российской стороны о том, что якобы это взрывались ракеты «Циркон». Гиперзвуковые ракеты «Циркона» наземного базирования, которыми периодически кошмарят территории Украины. Это очень такой довольно-таки редкий образец российского оборонпрома, но, тем не менее, смертоносный, вне всяких сомнений. Пока не подтверждена информация окончательная. Были ли они уничтожены, не были уничтожены. Говорили о десятках военнослужащих, которые погибли-были ранены. Ну, вот ждем подтверждения. Я думаю, смотрите, ориентировочно, возможно, неделя пройдет, прежде чем начнут появляться некрологи, какие-то, возможно, высокопоставленные офицеры. Возможно, там, например, муж, отец и сын, командир батареи зенитного дивизиона. О, это уже интересно. И кто это был? И вот тогда уже ваши коллеги-журналисты Синтера, они будут более детально отслеживать, кто погиб, какой день погиб, кто у него был, этого человека в экипаже. Таким образом, попробуют установить всю цепочку, возможно, погибших операторов этих радиолокационных станций и комплексов. Что вы можете сказать за аппаратурой наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М»? Судя по названию, это что-то типа А-50. По-моему, уже даже, да. Да, смотрите, еще раз, я уверен, у вас есть специалисты, которые смогут, я имею в виду комментаторы, которые смогут детально рассказать, как это работает, но, насколько я знаю, это средства наблюдения, которые позволяли видеть Российской Федерации, отслеживать воздушное пространство для того, чтобы предупредить появление украинских ракет, украинских беспилотников, возможно, украинской авиации. Ну, как видим, теперь эта штука либо очень повреждена, либо полностью работать уже не будет. У Российской Федерации много разных вещей подобных, это и небо, и каста, как они только не называются, но только специалисты узкопрофильные смогут вам дать различия между каждым этим устройством, в чем его прелести. Но самое главное, я больше бью, знаете, на что? На людей. То есть операторы, которые находятся за пультом управления этих установок, это, еще раз, это очень поштучный товар. Так же самое, как и пилоты, ну, не пилоты, а операторы А-50, тоже поштучный товар. Это не буряты, которых можно доставить в любой момент, из колоды поставить за пульт и управляй, управляй, смотри, ищи. Это длительное обучение, это длительная практика, и только после этого рождается серьезный специалист. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб. Просто по плану, вот по графику. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger R-70. Всего при этом Отава поставит Киеву 800 таких ППЛА на сумму более 95 миллионов долларов.